Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, и это новый выпуск интересных новостей на нашем канале. Что ж, не будем затягивать с приветствием, давайте начинать! SpaceX Илона Маска успешно вернула астронавтов на Землю. NASA отправила к Марсу самый большой марсоход. Также мы вам расскажем, как будет выглядеть новый Хаймер. Компания миллиардера Брэнсона показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета. Обо всем этом сегодня в выпуске. Обязательно подпишитесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно вернулся на Землю, приводнившись неподалеку от побережья штата Флорида в Мексиканском заливе. На его борту находились астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен, которые провели на орбите более двух месяцев. Бенкен и Хёрли стали первыми в истории астронавтами, совершившими полет на частном космическом корабле и вернувшимся обратно. С успешным выполнением миссии их уже поздравил президент США. «Прекрасно, что астронавты НАСА вернулись на Землю после чрезвычайно успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем!» Написал Дональд Трамп у себя в Твиттер. Также он отметил, что это первое приводнение американского космического корабля за последние 45 лет. Напомним, что Crew Dragon с астронавтами Дугласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал с космодрома на мысе Каневерал 30 мая. Комментируя итоги успешного запуска, глава SpaceX Илон Маск заявил, что батут работает, тем самым ответив на заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сделанные им в 2014 году. И ещё одна не менее интересная космическая новость. В США успешно стартовала ракета-носитель Atlas V, которая доставит самый большой в мире марсоход Perseverance к Марсу. Ровер займётся поиском следов жизни и поможет в подготовке к отправке людей на Луну и на Марс. Ракета-носитель Atlas V с самым большим в мире марсоходом Perseverance 30 июля стартовала с космодрома на мысе Каневерал во Флориде. Она должна доставить ровер к Марсу 18 февраля 2021 года. Пуск состоялся в 14.50 по московскому времени и прошёл в штатном режиме. Разгонная ступень вышла на промежуточную орбиту. Общие расходы на создание аппарата и запуск оцениваются в 2,4 миллиарда долларов, пишет Рейтер. Агентство уточняет, что штат Флорида, где состоялся запуск, сейчас одна из самых горячих точек в США для пандемии коронавируса. Марсоход весит 1025 килограмм, имеет длину 3 метра и ширину 2,7 метра. На нём есть бур для сбора грунта, в котором ровер будет искать признаки существования микробной жизни в прошлом Марса. В апреле издание Nature писало, что взятый ровером проба в 2028 году заберёт другой аппарат, который планируют отправить в 2026. Помимо этого, на марсоходе установлена роботизированная рука и видеокамеры. В качестве эксперимента Perseverance также несёт небольшой вертолёт Ingenuity, который в случае успеха станет первым летательным аппаратом в контролируемом полёте на другую планету. Задачей ровера станет не только сбор грунта и изучение климата, но и помощь в подготовке к новым миссиям с участием людей. За два дня до запуска НАСА сообщило, что Perseverance доставит на Марс образцы разных материалов, которые специалисты собираются использовать при создании скафандров для высадки людей на поверхность Луны и Марса. Это позволит проверить, как на образцы повлияет марсианская среда. Не исключено, что самой драматичной целью миссии станет попытка марсохода продемонстрировать технологию, которая превращает углекислый газ в атмосфере Марса в кислород, указывает Bloomberg. В будущем кислород, полученный таким образом, мог бы использоваться космонавтами в качестве ракетного топлива, а также для дыхания, отмечает НАСА. Эта возможность будет иметь решающее значение при планировании высадки людей и баз на Марсе, подчеркивает агентство. Новая миссия стала третьей, стартовавшей к Марсу за последние 10 дней. Итак, друзья, прерву немного цепочку новостей. Я бы хотел вас поинтересоваться, как вы относитесь к проведению прямых эфиров на нашем канале. Темы разговоров могут быть разные, от обсуждения интересных новостей до разбора тем по саморазвитию. Очень важно мнение каждого, поэтому я бы попросил вас после просмотра видео перейти во вкладку сообщества и проголосовать, как вы относитесь к данному предложению. Также можете ниже под голосованием поделиться своим мнением или предложениями. Я буду очень благодарен каждому. Ну что, давайте продолжать. Новый электрический внедорожник GMC Hammer должен был появиться 20 мая, но коронавирус смешал все карты. В итоге теперь запуск проекта передвинут на осень, а пиар-отдел продолжает нагонять интерес. Опубликован новый видеоролик, в котором можно рассмотреть силуэт автомобиля. Пока General Motors показала профиль двух вариантов Hammer – пикапа и внедорожника. Оба обладают знакомыми по предшественникам пропорциями. На отдельных кадрах ролика показан процесс создания дизайн-макета, из которого тоже можно подчеркнуть новые сведения об экстерьере электрической новинки. Производитель повторил уже ранее озвученные характеристики. К примеру, с 0 до 96 км в час автомобиль будет способен разогнаться всего за 3 секунды. Ранее американская компания заявляла, что электрическая трансмиссия станет развивать 1014 лошадиных сил и 15500 крутящего момента. Для GMC Hammer предложат несколько батарей емкостью от 50 до 200 кВт в час. Они будут работать при напряжении 800 вольт и поддерживать быструю зарядку мощностью 350 кВт. Презентация пикапа Hammer намечена на осень 2020 года, а запуск производства на осень 2021. Для соплатформенного внедорожника пока не называются даже примерные даты. Выпуск наладит на детройтском заводе Hamtrak. Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic представила концепт пассажирского сверхзвукового самолета, который будет развивать скорость 3 Маха, примерно 3700 км в час. Об этом сообщается на сайте компании. Таким образом, самолет будет в три раза быстрее скорости звука. Последним пассажирским самолетом, который летал быстрее скорости звука, был французско-британский Concorde, который прекратил полеты в 2003 году. Concorde развивал скорость в 2440 км в час. Представленная компания-концепция подразумевает, что самолет сможет вмещать до 19 человек и будет летать на высоте, превышающей 60 тысяч футов, больше 18 км. В кабинах можно будет менять планировку, чтобы удовлетворить потребности пассажиров. В частности, можно будет ввести места бизнес-класса. Самолет разрабатывается для того, чтобы предоставить самые разные функции, в том числе для осуществления длительных коммерческих рейсов. Он сможет взлетать и приземляться в аэропортах, как и любой другой пассажирский самолет. Следующий этап разработки дизайна будет посвящен, в частности, выбору тех материалов, из которых будет сделан МАК-3. Команда разработчиков также займется вопросами технического обслуживания самолета, шума и выбросов. Virgin Galactic также подписала соглашение с Rolls-Royce. Стороны договорились совместно разрабатывать технологии в области двигателей для самолетов. Компания подчеркнула, что ее партнер — это лидер в сфере передовых технологий, который уже сотрудничал с Concorde. Что ж, на этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск, поставьте лайк этому видео. И да, друзья, не забудьте, пожалуйста, проголосовать во вкладке «Сообщество». Я буду вам очень благодарен. Подписывайтесь на все наши социальные сети, подписывайтесь на все наши каналы. Все ссылки будут в описании. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok